Да, спасибо, всем привет. Вы можете похлопать, я увижу, что вы здесь, или вы слышите. Спасибо. Ну, мы уже поняли примерно, что здесь почти все одни iOS-разработчики, и в 2019 году, в принципе, в общественном месте можно уже не стесняться и говорить, что именно и кроссплатформой занимаешься. Я как-то вообще под Windows Phone перспективно и писал. Было такое. Ну ладно, у всех у нас есть недостатки. В том числе недостатки есть и в программировании под iOS. Я вот сейчас с вами буду говорить о том, что в нашем комьюнити есть так называемые мифы. Я чуть позже дам определение, что я имею в виду. И практическая часть, она исключительно про iOS. Но введение, заключение, оно будет понятно всем, даже дизайнерам, project manager, всем, с кем мы обычно очень долго разговариваем, вместо того, чтобы код писать. Для начала очень кратко о себе. Последние два года я занимаюсь развитием приложения Сбербанк Онлайн. И вот если вы там оплачиваете какие-нибудь штрафы, ГИБДД или налоги, вот сейчас налоговый период скоро закончится, через месяц. Вот, вы можете жаловаться, если что-то работает не так. Но это сделал не я, а если кто-то прям классненько работает, это я сделал. Так, сразу хочу предупредить, ничего фоткать не надо. Вот как бы все ссылочки я потом соберу, обновлю, вам же пришлю презентажку, наверное, с видео. Да, и вот можете оттуда забрать, не обязательно все фоткать, там ссылки всякие будут в течение доклада. Давайте к сути. За последний год я уже, кажется, провел прям сотни собеседований на позиции iOS-разработчиков. И там начинают джин-офф, мы прям там супер-сеньоров, овер-квалифайд иногда ищем. Вот, и посетил там всякие десятки метапов. И, знаете, помимо стандартных обсуждений в рамках вот этих вот активностей, ну, грубо говоря, умер или не умер вайпер, можно ли считаться синего разработчиком, если у тебя нет своего подкаста. Ну, иногда пересекаем все-таки по каким-то более важным вопросам. И, как оказалось, независимо от того, кто, какой собеседник передо мной, какой у него уровень, для меня в каких-то вопросах, которые кажутся, ну, прям очевидными, ответы собеседника нелогичны для меня, неверные. Иногда прям конкретно мне кажется, что они ошибочные. И вот за вот этот год я вообще задумался, вот почему в таких разных ситуациях, вне зависимости от уровня собеседника, заблуждения, с которыми я сталкиваюсь вот в разговоре, в рассуждениях, они одни и те же. Вот почему, ну, такая достаточно прагматичная сфера, как программирование, как разработка, но она насыщена какими-то, кажется, такими заблуждениями, казалось бы, в базовых вопросах. В паттернах проектирования, использовании стандартных SDK, в теории разработки, в использовании языка. И вот здесь, вот как раз об этих заблуждениях я хочу поговорить в докладе. И эти заблуждения я называл как бы словом миф. Вот если давать строгое определение, мы будем стараться немножко научности придерживаться, то мифом я буду называть некое необоснованное утверждение, лишенное опоры на строгое доказательство или надежное свидетельство. Это утверждение закрепляется в умах, внутри какого-то конкретного комьюнити, социальной группы какой-то, и начинает восприниматься дальше как истина. При этом оно вполне может иметь под собой какой-то истинный факт, но который со временем обрастает всякими домыслами или приукрашиваниями. Сейчас вот на некоторые такие вот утверждения мы будем посмотрим, с которыми, я думаю, большинство из вас, кто занимает союз-разработкой непосредственно каждый день сталкивается. И попробуем понять, истинные они или ложные вообще эти мифы. Ну и естественно анализировать мы их будем с профессионалами, которые уже умеют анализировать мифы, с двумя парнями с одного известного телеканала. А, миф первый. Привязка данных в ячейке таблицы. Ну это что-то к практической части собеседования, практически к части работы относится. Почему говорим о таблицах? Так, в принципе, это наш основной строительный элемент, из чего складываются все наши, большинство приложений. Ну, я думаю, у каждого из вас в приложении есть какая-то таблица. Миф заключается в следующем. Давайте его сформулируем. Для привязки данных в ячейке таблицы должен использоваться метод willDisplayCell forRowAtIndexPath. Вместо традиционного, который вроде бы чаще используется, Cell forRowAtIndexPath. Кто что думает вообще с точки зрения производительности, скорости прокрутки, какой метод логичнее? Давайте сейчас поднимите руку те, кто думает, что чтобы у нас была плавная прокрутка, лучше использовать для привязки данных, то есть имеют там всякие строчки, метод willDisplayCell. А Cell forRowAtIndexPath? Ну да, остальные что используют? Ладно, давайте разбираться. Насколько миф распространен? В общем, я, ну там по всем мифам так будет, собирал статистику по телеграм-каналам, по Slack-каналам, есть вот зарубежные, они так более популярны, как кажется, телеграм не настолько. И вот на этот вопрос ответил 106 человек, они разного бэкграунда, уровня, и примерно 23% уверены, что вот этот метод willDisplayCell положительно скажется на скорости прокрутки по сравнению с Cell forRowAtIndexPath. То есть инициализировать данные у ячейки, привязывать ее к каким-то аутлетам, эти данные, надо в методе willDisplayCell. 20% уверены, что никакой разницы не будет. И только половина считает, что метод Cell forRowAtIndexPath более выгодный с точки зрения прокрутки. Давайте посмотрим. Начнем с документации. По идее, там всегда надо искать сначала источник истины. Что написано про метод Cell forRowAtIndexPath? Ну, он должен вернуть ячейку. Ну, все, больше ничего, классненько. Ничего не про скорость прокрутки, не про то вообще, как это привязывать. Ладно, ну это Apple, это их документация, как и обычно. Так, willDisplayCell. Тут уже он почти в слайд не влезло. Что тут написано? Во-первых, этот метод делегата таблицы вызывается перед моментом отображения ячейки на экране. Ну, логично из названия. Спасибо, что написали. Во-вторых, явно указано, что здесь можно кастомизировать ячейку и поменять ряд ее свойств, используемых при отображении. Вот это уже интересно. Но опять же, ничего про плавность прокрутки. Ну, раз в документации ничего не сказано, давайте опыт сделаем. Берем три девайса. Ну, тут старичок 4S нашелся дома. iPhone 6S и iPhone 8 Plus. Запустим на них тестовые приложения, которые, в принципе, просто на самом деле формируют какую-то таблицу и вводят туда данные в ячейки, в лейблы. Там только строчки. И посмотрим, как вообще влияет на скорость прокрутки и зависимость от метода, который мы используем для простановки данных. CellForWriteIndexPath или WillDisplayCell. Код, ну, это там, как докладчик, по-моему, первый сегодня говорил, ну, говнокод, но зато пример рабочий. Так, табличку получаем. У нас три девайса, и по горизонтали сначала идет метод CellForWriteIndexPath, а по вертикали какие девайсы. И в FPS выводим, и FPS меряем через все дисплей линк, ну, то есть сколько кадров у нас реально рендерится. Ну, 4S, там, 9-й iOS стоит, там, ну, нету записи экрана, поэтому там пальцы видны. Вот. Примерно видно, что, ну, плюс-минус все в одно сбрасывается. Это, ну, как бы не совсем синхронизированное видео, ну, примерно видно, что у нас, ну, на 8+, понятно, производительный девайс, там все одинаково. На 4S примерно всегда все выходит, потом к концу где-то на 57-58 FPS. Разницы на самом деле нет. Так, хорошо. То есть каждый UI... Почему так происходит? Давайте разберемся вообще с точки зрения TED-теории, покопаемся. Каждый UI View на этапе отображения проходит три шага, что логично. Update, Layout и Render. Ну, update, соответственно, данные, Layout, надо как-то эти данные расположить визуально, верстка, и потом, собственно, отобразить, срендерить конкретный фрейм. И, ну, это не одностороннее. Какое-то направление они могут там кольцеваться, потому что у нас есть определенный цикл обновления экрана, а то, что в рамках этого цикла может происходить в фоне, может повторяться несколько раз. Если отбросить всякую инициализацию, то методы cellForwardIndexPath, willDisplayCell и LayoutSubuse в том числе выполняются строго в этой последовательности и в одной и той же итерации цикла в рамках лояута. При этом рендеринг происходит всегда в конце цикла. Поэтому с точки зрения скорости как раз и получается то, что мы увидели в практическом примере, в исследовании, вот в этой табличке с шестью видео. Методы, так как данные устанавливаются в рамках одного цикла, в конкретный момент, до того, как формируется фрейм и отдается на экран, то никакой разницы нету с точки зрения производительности. Но есть очень важный момент. Есть большая разница при выполнении двух методов с включенным и выключенным автоматическим расчетом высоты. Так как метод heightForwardIndexPath вызывается до willDisplayCell, мы можем получить неприятный эффект. Давайте чуть подробнее посмотрим. У нас есть метод cellForwardIndexPath, heightForward, потом вызывается willDisplayCell и потом LayoutSubuse. Где мы считаем высоту? Высоту мы обычно считаем в методе heightForwardIndexPath. Соответственно, если мы меняем данные ячейки в методе willDisplayCell, мы просто посчитаем высоту для предыдущих данных, которые уже устарели и получим просто неверное значение. Размер ячейки будет вычислен для другого набора данных. В итоге получаем пролагивание интерфейса, визуально в виде такие гличи и просто расположился какой-то интерфейс или наоборот какие-то такие разрывы, потому что для неправильной высоты у нас ячейка отображается. Кажется, прям неверно тогда использовать метод willDisplayCell. А почему, что это чуть ли половина опрошенных из 106 человек говорит, что надо бы использовать, это прям классно, удобно. Покопался в интернете. На самом деле, как мне кажется, это все всплывло из определенных статей, которые набрали популярность несколько лет назад. Статьи классные, но в них иногда закрадываются ошибки. Вот как пример, есть статья 2015 года. Автора назвать не буду, но ссылка как бы здесь есть. И автор там, прям в этой статье приводит тезис, что для привязки данных, чтобы у нас была классная прокрутка, быстрая, надо использовать метод willDisplayCell без каких-либо дополнительных фактов или замеров. У него ничего в статье такого нет. В итоге, ну вот, как бы есть ошибка, статью читают. Статья в целом большая, классная, программная, ей доверяешь. Начаешь этот метод использовать, получаешь ошибки в коде. А если еще включен AutomaticDimension, то как бы еще и прям лаги конкретные от тестировщика. Ну, думаю, вот тут миф опровергнут. И будьте прям внимательны, если у вас AutomaticDimension используется, метод willDisplayCell вообще используют, не надо для привязки данных. Если у вас ручной расчет и AutomaticDimension нет, ну, без разницы. Хотите willDisplayCell или там, хотите в целфород индекс пасс. Кто-то, ну, там, в вопросе указывал, что разделение по этим двум методам позволяет как-то соблюдать сегрегацию кода, ну, то есть, типа соблюдения Single Responsibility, ну, окей, может так аккуратнее организовывать код кому-то. Давайте второй миф. Что использовать для сброса данных? То мы-то как бы проставляли данные ячейки, а теперь когда-то их сбрасывать. То есть, опять продолжаем разговор про таблицы, про UIKit. Отключается в следующем. Как вопрос звучал? Нужно ли очищать данные, контент, то есть, какие-то, опять же, строчки, картинки, изображения, которые отображаются в ячейке в методе prepareForReuse. Ну, все знают этот метод. Так. Кто считает, что надо? Ага. А кто считает, что не надо? А что сейчас остальные пишут вообще? Хорошо. Давайте, ну, считаем, что у нас побеждает вариант очищаем данные. Супер. Что сказал 51 человек? Три четверти сказали, нужно ли очищать, что не нужно. Ну, то есть, с мнением аудитории не совпадает. Большой разброс. Всего четверти запрошенных считает, что не... Ой, я не правильно сейчас сказал. Так. Четверть считает, что не нужно, три четверти считает, что нужно. И у нас в аудитории такой же результат. Давайте проверять. Начнем с документации. Заходим, читаем. И прям черными буквами по белому фону написано. Темной темы там на сайте нет еще, походу. Не надо такое делать. Можно сбрасывать только selection state, альфу какую-то. Но сбрасывать данные в этом методе не надо. По причинам производительности. Хорошо. Давайте проверим. Те же самые три девайса. Табличка похожа, только опыт другой. На 8 плюс у нас все плюс-минус потом устанавливается в 20 фреймов. На 6s уже видно, что 7 fps, 20, когда не сбрасываем данные. На 4s 10, когда сбрасываем, 12, когда не сбрасываем. Метод тут еще картинки были добавлены в ячейку. Что происходит? Мы на самом деле если в prepare for reuse сбрасываем данные, то есть нилим их, то потом в методе sell for root index pass, который вызовется сразу после завершения метода dequeue, а dequeue как раз это так, сейчас запутаю вас, prepare for reuse это последняя стадия метода dequeue, а этот метод вызывается в цел for root index pass. В итоге мы просто два раза делаем установку данных в ячейке. Не надо так делать, это просто двойная работа, отсюда и потенциально возникают лаги производительности. Но, очень важный момент, который надо отметить, если вы используете не статичные ресурсы, а, например, грузите ячейку в какое-то изображение из сети, то останавливать загрузку надо в prepare for reuse. В этом примере, думаю, будут вопросы, мы говорим про статичные ресурсы, про какую-то строчку, которая у нас есть в коде, какое-то изображение, которое у нас в бандле. Если мы работаем с сетью, то отменять запросы загрузки данных для конкретной ячейки можно в методе prepare for reuse. Ну, тоже, думаю, так и опровергнут. Если уж используйте метод prepare for reuse, используйте его так, как написано в документации, используйте его для сброса какого-то, например, альфа, какого-то отображения, но не данных. Третий миф. На свифт сейчас перейдем, от ее кита отойдем. Потокобезопасность ленивых свойств. Очень просто звучит. Являются ли лейзи свойства, лейзи проперти в свифте потокобезопасными или нет? Кажется, вопрос очень простой. Давайте, кто думает, что это потокобезопасная штука в свифте? Кто уверен, что она не потокобезопасная? Так, отлично, у нас победила не потокобезопасность. Что победило по опросу? 58 человек, разных тоже, кто-то на русском говорит, кто-то не понимает этого языка, а свифт понимают все и говорят, что треть считает, что не потокобезопасно из опроса. Давайте разберемся, тут опять очень просто, опять же, первое, что мы делаем, заходим в документацию, в свифтбук, только в этот раз, и там прямо написано, что это не потокобезопасная штука, если одновременно из нескольких потоков обращаться к лейзи свойству, оно будет принципиализировано несколько раз. Все, очень просто. В итоге, как отработать ThreadSafe, так же, как мы, например, это делаем в Objective-C, используем, например, Dispatch-Uans, рекрусивный лог, ну, или какие-то возможности уже свифта, константы объявляем, они у нас, соответственно, потокобезопасные, хотя тоже, потому что под капотом через Dispatch-Uans тоже работают, ну, либо всякие паттерны, которые обычно там вложенностью занимаются. Так, тоже не потокобезопасная штука, тоже миф будем читать опровергнут. Так, миф четвертый, он касается написания тестов по, в рамках XC-Test Framework, модульные тесты, XC-Test Framework. Часто сталкиваюсь с тем, но он, на самом деле, появился не из всяких общений, а на код-ревью. Сталкиваюсь с тем, что метод Teardown не используется. Пишется вот такой код, например, у нас есть какой-то объект, в данном случае класс синк какой-то, и какие-то две тестовые проверки, да, связанные с этим, вот этой системой под тестером, системой undertest у нас. Соответственно, ну, никакого метода Setup, Teardown здесь нету. Этот код корректен или вот этот код корректен, когда мы инициализацию вот этих свойств, которые потом в тестовых проверках используются, делаем в методах Setup или Teardown. В объекте все так писать было нельзя, в CFT, ну, в принципе, можно. Как правильно? Кто как считает? Первый вариант. Кто за первый вариант? А кто за второй вариант? Ну, будем считать, на один голос победил второй вариант. Так, что говорит нам чатики? Так, 55 человек здесь ответило. Треть считает, что не надо и можно использовать компактную версию кода. То, что у нас вот здесь тоже проиграло. Две трети считают, что надо расширенные варианты использовать. Давайте разберемся, как правильно. Ну, кажется, может, если можно писать меньше кода, почему бы его не писать? Мы же разработчики, зачем нам много кода писать? Лучший код – это ненаписанный код. Ну, как кажется, с точки зрения, ну, так, субъективно, как вообще должен работать прогон тестов? Кажется, что там есть какой-то блок тракетч, в рамках которого формируются какие-то тестовые проверки, вызывается метод сетап, потом вызывается тестовый метод, если он упал, он ловится в кетче, если не ловится, там у нас выполнится стердал, мы опять попадем в какой-то блок завершающий, все почистится. Это так интуитивно, кажется, так должно работать. На самом деле нет. Вот что происходит реально под капотом XC-теста. Сущности XC-тест кейса никогда не разрушаются. Напомню, чтобы создать какую-то тестовую проверку, мы всегда в рамках фреймворка XC-тест создаем наследника XC-тест кейса вот этого класса. И эта сущность у нее динит никогда не вызовется до окончания прогона всех-всех тестов. Почему так происходит? Ну, это XC-тест это имплементация XUnit нотации популярная, она есть, это имплементация под все языки программирования, есть там под YAUG-unit, под .NET-N-unit, там CPP-unit и так далее. Как работает нотация, она придумана кентомбеком в конце 90-х? Есть некий тестовый раннер, который формирует тест-сьюты, вот это наши наследники класса тест-кейс и для каждого экземпляра тест-сьюта есть свой один тестовый метод. Соответственно, если у вас в рамках тест-кейса как класса определено несколько тестовых проверок, у вас будет создано несколько экземпляров вот этого класса и каждый из них будет вызываться при прогоне теста. Соответственно, для каждого тест-кейса формируется свой объект для каждой тестовой проверки формируется свой тест-кейс, у которого будет вызываться метод сетап и будет вызываться метод тердауна. И если вы какое-то свойство объявите вне сетапа и не занилите в тердауне, либо объявите в сетапе и не занилите опять же в тердауне, оно так и будет висеть до конца прогона. И ладно, когда это свойство просто в памяти течет и ладно, если не так много тестов, не десятки тысяч, то не особо скажется на прогоне, не выпадет по памяти ваш прогон. То если вы затрагиваете в рамках этой своей переменной какое-то глобальное состояние, например, базу инициализировать или еще что-то, то вот такой код приведет к ошибкам. Тесты начнут моргать. Нельзя так его вставлять. Все, что вы создаете в рамках тест-кейса, надо явно убивать в тердауне. Вот такой код нужен. Хоть его и больше, зато так будет правильно. И стабильный с точки зрения прогона тестов. Но тоже миф опровергнут. Не используйте компактную версию, к сожалению. Миф пятый, он уже такой теоретический, про декораторы. Ну, такое-то, знаете, немножко задротство с собеседованием. Типа, когда покопаться хочется с кандидатом. Насколько он там в теорию, насколько он книжки читает. И насколько понимает, что как работает. В чем заключается? Является ли экстеншен и категория Objective-C примером реализации паттерна декоратора? Так, тот же самый вопрос. Кто считает, что да? Кто считает, что нет? Отлично. Так, победила нет. Что говорит? А, ну да, тут еще решил привести. Что говорят на интервью? Большинство, ну, у нас на интервью, естественно, там разные секции. Есть секция, в том числе, связанная с архитектурой, с тем, как решать какие-то конкретные задачи. Как бы ты решил такую задачу? Почему так? Да, и там, в том числе, паттерны упоминаются. И большинство кандидатов, ну, прям сами там, так и говорят, категория – это декоратор. Когда начинаешь разбирать, а как бы ты там такую систему построил? Я бы там сделал декоратор, знаешь. Пример декоратор – это категория. Так, даже не спрашиваешь. Является ли категория декоратором? Ну, не совсем. Ну, то есть такие ответы бывают. Черт поймет, что с этим делать. Не совсем. Так, кандидатов, которые не согласны с мифом, но их значительно меньше оказалось. Обычно говорят однозначно. Является ли эксэншен декоратором? Нет, конечно. Но, слушайте, на моей памяти ни один не смог объяснить, почему, к сожалению. В вопросе приняло участие 108 человек. И тут прям разделение, ну, прям 50 на 50. 49 процентов, ну, это вообще, может, уже ошибка округления, говорят, что да, является, 51 – нет, не является. Давайте разбираться-то вообще, где истина. Может, я не прав. Сначала кратко вообще, что из себя представляет категория или, соответственно, эксэншен в свифте. Это штука, которая позволяет добавить какую-то функциональность к вашему существующему классу, это если мы говорим про Objective-C, ну, а в свифте это уже какие-то динамы, структуры, тоже классы. Новые методы, соответственно, выполняются ровно так же, как и обычные методы исходного класса. Ну, это всем понятно, кто с языком Objective-C или с свифтом работал. Что такое декоратор? В 94-м году вышла уже классическая книга паттерна проектирования, там она из двух глав состоит, основных, или как правило, частей, наверное, и во второй части указаны 23 главы, 23 классических паттерна проектирования. Что там написано про декоратор? Прям цитата. Это штука, которая позволяет добавлять динамическое поведение к вашему существующему классу. И она включает в себя четыре действующих лица. Во-первых, компонент, который задает общий интерфейс декораторов и оборачиваемых объектов этим декораторам. Во-вторых, конкретный компонент, который определяет класс оборачиваемых объектов и содержит какое-то базовое поведение. Базовый декоратор, который хранит ссылку на вложенный объект, компонент. И остается у нас конкретный декоратор. Это какие-то различные вариации вашего декоратора, которые содержат вот это добавочное поведение. Оно выполняется до или после вызова аналогичного поведения обернутого объекта. Это уже как вы хотите на ваше усмотрение. Это все прямо из книжки. В книге указано, что клиент может оборачивать простые компоненты и декораторы в другие декораторы, позволяя смешивать и сочетать обязанности, не меняя общий интерфейс компонентов. И вот это то, что не могут делать категории или экстеншены. Категории, ну они, да, как и захотелось определение декоратора, добавляют какую-то новую функциональность к типу. Тут их возможности однозначно совпадают. Но они не позволяют смешивать вот эти поведения и сочетают их друг с другом динамически без изменения интерфейса. То есть если я пытаюсь создать категорию или экстеншен, ну как в теории ладно, там отдельная проблема рентайма, с экстеншеном в свифте компилятор нам подскажет, что есть проблема, и нельзя просто добавить такой же метод с таким же названием. Поэтому если мы хотим сохранять интерфейс, то просто не получится сказать, что категория или экстеншены являются декоратором и работают, как он указан в книжке в определении исходном. Ну, казалось бы, миф легко разрушается, но согласно статистике 108 человек ответило. 50 на 50 разделение. Опять же, откуда он берется? Ну, если покопаться, то очень много источников в сети, которые утверждают обратное доказанному. Например, вот книжка, я, по-моему, сам по ней, да, я сам по ней там про паттерны изначально читал, в 2012 году она вышла или нет, она про Objective-C, как реализовывать паттерны, классические паттерны под iOS. И там прям прямая цитата, что категория является примером реализации простой декоратора. Также на CQ Airflow прям запрувлены сообществом ответы, которые говорят, что категория extension – реальные примеры реализации декоратора. На потрясающем сайте Рэй Вандерлиха и его команды также есть и та ошибка прямо вот в этой статье, ну, в статье, которая рассказывает про паттерны, про реализацию на Swift, прямо указано, что Swift extension – это декоратор. Ну и перевод на хабре, 65 лайков, 139 тысяч просмотров, ни одного комментария о том, что есть в статье ошибка, и там прям прямым текстом написано, что категория extension – это декоратор. Еще про делегат то же самое написано, это уже вам домашнее задание, разобраться так или нет. Ну, миф опровергнут. Он, конечно, теоретический, это больше задротство, вряд ли он поможет, да, код классный написать, но иногда интересно покопаться, да, в исходных определениях каких-то сущностей. Давайте, ну ладно, это вот про всякие мифы, давайте уже чуть отойдем от них и поймем вообще, откуда они берутся. Такое лирическое отступление. В средние века как вообще появились единороги, да, почему так люди их придумали. Путешественники, средневековые рыцари, уезжали в Африку исследовать, путешествовали, потом возвращались несколько лет, это же долго было, и, ну, естественно, все любят преокрушать свои подвиги, и такой вот, ну, вроде такой мирный носорог, которого они видели в Африке, потихонечку превратился в злого, огнедышащего единорога. Розовые единороги, пони, они существуют только в детских мультиках, на самом деле это такое злое существо, которое дышит огнем, там, кусается больно, просто потому, что, ну, вот так хотелось путешественникам немножко приукрасить свои подвиги. Естественно, со временем какие-то впечатления, тогда не было фотоаппаратов, забываются и превращаются в что-то более такое мощное. Вот, кажется, вот здесь и кроются, как бы, первопричины, откуда, в том числе в нашем прагматичном сообществе, появляются вот такие заблуждения, которые потом всплывают на собеседованиях, на метапах и так далее. То есть основная причина, как кажется, это человек и особенности его мышления, ну, в том числе в нашей сфере. Давайте чуть разберем. Первая причина, как кажется, это недостаток знаний. Очевидно, что, когда мы что-то не знаем, наш мозг, исходя, ну, например, на собеседование, когда задали вопрос, находясь в стрессовой ситуации, пытается что-то там вспомнить, что вот пока ехал там в метро, прочитал статью какую-то, надо сейчас это озвучить, да, может поможет мне там на работу устроиться. Вот это селективное образование, селективная выборка знаний, она в том числе формирует в нашем сознании вот эти заблуждения. Ну, например, как в последнем мифе, да, про декоратор. Когда ты что-то не знаешь, то начинаешь придумывать какие-то изобретения, какие-то костыли. Ну, например, вот кто писал когда-нибудь такой код? Хорошо, перед тем, когда-нибудь стояла задача выводить правильное окончание услов в зависимости от значения числительного. Как вы эту задачу решаете? Через плюрализацию, через string dict. Ну, а джуны обычно пишут вот такой код, сами начинают там делением заниматься и склоняясь. Там когда говоришь, мне еще тут аравийский нужен, ну, никак. Недостаток знаний ведет к неправильным решениям. Вторая причина, как кажется, ну, вот так принято, как сложилось на проекте, ну, там древние завещали, давайте так и использовать. То есть, когда джунам говорят, вот здесь на проекте Viper, здесь строгое описание Viper, у нас тут нужен интерактор, презентер обязательно, а у них появится какая-нибудь маленькая задачка, там, не знаю, алерт вывести, все равно какой-нибудь интерактор появится, презентер появится, но то, что вот так вот написано, так вот завещали, как я так в сторону отойду-то. Вот опять неправильные решения появляются. Третья причина, она экспертная. Кто-то где-то из уважаемых, известных людей, когда-то что-то сказал, все ему доверяют, может, доклад сделал какой-нибудь на конференции, потому что, кажется, с микрофоном говорит, наверное, правду. Вот, и все верят. Ну, а дальше потом, типа, не-не, я такого не говорил. Вот такая ситуация, в принципе, как в мифе с Will Display Cell, когда вот в статье написано. Так, четвертая причина, ну, это такая понятная, это устаревание знаний. Все просто, то есть одни знания, которые сейчас в данный момент являются истинными для вот будущего слушателя вот того же доклада, но окажутся ложными. В современном вот этом, наверное, знакомый термин вукомире, у нас все очень быстро течет, меняется и просто устаревает. Условно, вот я вам сейчас говорю, что лейзи не потокобезопасны, но уже в 16-м году был пропозал, да, который хотел привести, в том числе через рекурсивный лог, лейзи свойства в свифте к потокобезопасности. Он не принят, там более какое-то сообщество пока с точки зрения мейнтейнеров свифта не готово к таким решениям. Там примерно так. Вот можно там почитать подробно, там интересные вещи обсуждались. Вот, но потенциально, если в какой-то момент такую штуку примут, ну вот этот доклад уже будет не валидным, будет нести в себе неистинное знание. Ну, пятая причина, это что логично, помимо того, что есть то, что говорю я, то, что слышите вы, есть между нами какой-то канал коммуникации, и каждый может воспринимать в рамках этого канала коммуникации, в формулировке какие-то значения по-своему. То есть появляемся с какой-то некорректной формулировки, некорректное восприятие того, что сказал один, и того, то, что услышал другой. Ну, то есть на самом деле ворильбоавтор говорит правду, но второй человек эту правду не услышал. Такое часто возникает, ну, сейчас пример менеджерский, все-таки я еще руковожу какой-то командой, про различные KPI и метрики, то есть, KPI, да, ключевые показатели эффективности. Ну, понятно, что цифры не могут отразить полноту нашего реального мира, поэтому они всегда допускают какую-то такую призвольную трактовку, различные применительные практики для достижения вот этих метрик, вот этих показателей. В итоге мы, может, имеем какую-то хорошую цель, которая ставится вот этой метрикой, но при этом то, как она достигается, потом, как она оформляется в отчете, ну, немножко вызывает неловкость. Например, есть отличная байка про 80-е в компании Apple. Менеджеры решили, что нужно мерить эффективность программистов, как бы вы думали. идея отличная по числу строк-кода. Почему бы нет? Понятно, что, ну, ни к чему такому хорошему, вроде, самая изначальная идея хорошая, надо выявить наших классных разработчиков, примировать их, но по числу строк-кода так не работает. В какой-то момент парадоксальная ситуация, Билл Аткинсон, один из авторов UI, вот тогда Димакой, с OSX еще, он фиксил баг и удалил две строчки, две тысячи строк-кода. Ну, что, ему увольнять его, что ли, получается, с точки зрения такой метрики. В итоге, как бы, KPI он не выполнил, получается, премию он получать не должен, хотя проблему бизнеса решил. Вот здесь недостаток коммуникации, недостаток правильной формировки и постановки цели. Ну, и шестая причина, ну, такая тоже очевидная, это какой-то обман, явно вам что-то говорят, что, ну, явно этому никогда не бывает, потому что пристают свои цели, вводят вас в какое-то заблуждение. Ну, тут разбирать особо нечего. Под итог, в своей работе, то есть мы вот регулярно сталкиваемся с различными заблуждениями, которые чаще всего возникают, ну, по одной из этих вот шести причин. Там где-то не задок знаний, где-то неправильная формировка, где-то, может, явные обманы вообще. Ну, кажется, это все достаточно очевидно, да, субъективный такой, логичный набор причин. А если задуматься, а что нам говорит наука? Может быть, есть какие-то более логичные оправдания, чем вот такой кухонный разговор? Думаю, есть. Думаю, многим, опять же, знаком термин когнитивных искажений. И вот как бы первая причина вот всех, ну, кроме, может быть, обмана, как раз скроется в этих когнитивных искажениях. Это такие, ну, кто не знает, такие ошибки, ловушки восприятия, которые, ну, ведут к какому-то иррациональному поведению, гниологичным интерпретациям. Это к каким-то выводам, которые не соответствуют действительности. Но так работает наш мозг. Ему так легче воспринимать действительность. Там этих когнитивных искажений существует, ну, сотни, ну, там, по разным источникам. Выделю, на самом деле, два, которые касаются непосредственно вот темы доклада. И наверняка каждый из вас в своей работе, может быть, не зная названия, но чувствовал, что, ну, да, действительно такое существует. Первое искажение называется эффектом стойкости убеждений. Оно стоит в том, что наш мозг просто какие-то строит модели закономерностей, с которыми сталкивается при контакте с окружающим миром. А потом постоянно их начинает усиливать. Потому что эти модели уже построены, мозгу сложнее строить новые связи, но легче поддерживать существующие. Меньше энергии надо. И данное искажение, ну, наблюдается, когда люди запоминают информацию, вот каким-то, в том числе, селективным образом, да, где-то какую-то статью ворвали, и потом начинают интерпретировать ее предвзято. Ну, и, соответственно, самоусиление этой модели работает вообще по самому кругу. То есть, однажды мы научились писать, там, проекты по вайперу, и когда приходит новый разработчик, или мы приходим в новую команду, где у темлида, там, другие какие-то, какое-то видение, он говорит, давайте, там, писать на MVVM, редакт, пробовать и так далее, то наш мозг это отталкивает, он не хочет это воспринимать. Это, кстати, нормально. То есть, мозгу легче не принимать новое знание, чем, ну, поглотить его. Со стойкими обуждения, на самом деле, работает очень легко. Вы, если заметите, то у себя просто задайте вопрос от противного. Достаточно просто спросить разработчика, который фанатеет от вайпера, а какие недостатки применения вайпера в твоем текущем проекте. И он там прям сразу такое полотно расскажет, и, в принципе, сам же опровергнет свои суждения о серебряной пуле. Ну, и близко к предыдущему когнитивное искажение. Оно называется подтверждение своей точки зрения или confirmation BS. Наш мозг устроен так, что когда он придумывает какую-то модель окружающего мира, нам проще искать ей подтверждение и игнорировать все, что ее опровергает. То есть, особенно страшно это работать с поисковыми системами, потому что мы постоянно забираем в Google что-то, Google под нас подстраивается, потом начинает выдавать информацию, которая соответствовала нашим предыдущим запросам. Потому что он считает, что нам это близко. Там же главное по ссылке перейти, рекламу показать. Соответственно, много лет программируешь на Objective-C, вбиваешь постоянно что-то про Objective-C, какой он классный, и везде видишь статьи про его достоинства, но не видишь каких-то статей, игнорируешь какие-то неприятные моменты о его недостатках. В итоге у нас получается такой пузырь информационный, в котором мы просто, ну даже просто не видим альтернатив. Но есть выход, посещайте профессиональные конференции, здесь много разных мнений. Иногда это помогает общение, нетворкинг, в том числе узнать что-то новое и убедиться в том, что может быть ты просто существовал в таком информационном вакууме. Так, безусловно, что вообще с этим всем делать? Кажется, ну можно сидеть и успокоившись, ладно, наш мозг там не хочет работать, существовать в этом мире заблуждений и жить в этих ловушках, но можно чуть-чуть пойти дальше и начать сопротивляться. Как вот вообще проверять знания, которые попадают нам в мозг? Главное подвергать все сомнению на самом деле, проверять и либо соглашаться, либо отметать это подальше. Что нам в этом поможет? Ну прежде всего, я же говорю немножко научности, нужен научный метод. Да, программирование это не точно наука, это такому масштабному программированию всего лет 20-30, но не принимать субъективное мнение, написанное в какой-то конкретной статье, услышанное в каком-то подкасте, в каком-то телеграм-канале прочитанном, мы можем не принимать его сразу на веру. И не доверять ему мы тоже должны. Важно анализировать вот эту поступающую информацию и источники, из которых она поступает. Какого-то универсального правила здесь нету, главное, что источники должны быть известными и проверяемыми. Это вот так, как в науке, там всегда есть доверенные журналы, а есть то, что там Мединский пишет. Их нужно подвергать, соответственно, сомнению и самому искать какие-то рекомендации. Прежде всего, заходить в документацию, определять, а так ли там написано. В документации реже встречаются ошибки, чем в каких-то статьях или подкастах. Ну и помните, главное, не надо поддаваться собственной иррациональности, знать, что наш мозг, он хоть и классный, но немножко враг нам, он ленивый. И ему лишь бы зацепиться за какое-то простое решение, а не правильное. Simple, not easy. И вот в качестве такого заключения лирического Зигмунд Фрейд, он вообще очень много рассматривал тоже мифы, но в качестве науки, в психологии. И он считал, что рано или поздно наука вообще все мифы опровергнет, ничего не останется. Безусловно, программируем не философия, не физика, но кое-что можем позаимствовать. На этом вот все. Смотрите, сейчас я хочу, чтобы вы взяли телефоны свои, навели вот на этот QR-код. Давайте, смелее все равно у всех телефоны есть. Наводим на QR-код, жмем на ссылку. И пишем, насколько я прав-неправ. Прямо вот туда, в формочку специальную. Матом можно? Ай, матом можно, да. Это себе только покажу потом. Так, на этом все. Можете, у нас время есть, да? Можно вопросы позадавать? Я вначале не сказал, нам было сказать. Ну, вот и миф разрушен, да? Что можно было... Так, странно. Но я проверю. Спасибо. Что-то, может, сломалось. Так, вопросы. Вопросы. Есть подарки? Но только если мне ваши вопросы понравятся. Два подарка, может быть, два вопроса. Ну, лучших. Я боялся, что если доклад продолжится, мы сейчас вообще в философию пойдем. Вы психологию упомянули. Так, давайте вопросы. Отличный доклад. Должно быть что-то, наверное. Какие-нибудь мифы, может быть, развеять еще? Как доступ к ссылке? Как к ссылке? Я сейчас проверю, что-то случилось, почему-то. Вчера работал, ну, как обычно, знаете. Задеплоил в пятницу, вот и. Ну, нет вопросов. Ребят, книжка въедет в Москву тогда. А книжка классная. Вот. А можно слайд где, там, 50 на 50? А это про декоратор? Ну, хотя можно, наверное, его не показывать. Просто я задался вопросом, почему распределение меток очень похоже на случайное. Может быть, просто люди вообще ничего не понимают, что вы их спрашиваете? Нет. Ну, смотрите. Научный метод. Вопросы же сначала валидировались у экспертов, грубо говоря. Ну, у коллег. Да? То есть, здесь два коллега, кто меня доверяет. Я им сначала вопросы скидывал. Вам понятно, о чем тут спрашивается? Как обычно, да? Как в официальном вопросе, в статистике. Вопрос в статистике должен быть максимально открытый и не предполагать наведения на какую-то мысль. Ну, вопросы там так изучали. Ну, то есть, ребята сказали, да, мне все понятно, что здесь. Я, ну, опять же, это, может быть, я не прав. Но я доверяю вот тому, что они согласились с постановкой вопросов. Вот. Ну, это классный вопрос. Научный метод. Есть еще вопросы? Есть, на самом деле, вопросы, какие вы еще задаете? Да, их очень много. Но это лучше немножко не по докладу, вот этой лоранч-зоне, да, расскажу, как собеседование построено в Сбербанке. Ну, тогда все, наверное, спасибо. Книжку? Мне понравился вопрос. Книжка вот тебя ждет. Да, спасибо всем. Отличный доклад, много мифов, особенно про наше мышление. Ну, а сейчас у нас перерыв. Смотри, он будет длится час. Смотри, это книжка из библиотеки Сбербанка. Их таких не продается нигде. У нас есть набор книг, рекомендовано. Каждый год там обновляется. Да, это вот. Декларативное UI, что нужно опять готовить к Google. Разработчики завиты. Расскажут нам про наше будущее декларативного UI. Я сейчас приду тут. Перерыв. Да, всем спасибо, что пришли. И ждем вас через час. Ой, ой, ой. Что-то я заметил. Так, а что с ссылкой? Все заводились. Да, да, да. Опа. А потом они будут. Чуть не упала. Да, мы разошлем. Скорее всего, мы разошлем сразу. Где-то там через пару дней. 5 секунд. Через неделю.